Госдума России сегодня утвердила в третьем чтении изменения в бюджет. По словам члена комитета по образованию Алена Аршинова, главный финансовый документ приобрел дополнительную устойчивость, сократился его дефицит. Увеличены расходы на здравоохранение, выплаты пенсии военным, социальное обеспечение инвалидов, детей-сирот, на образование и науку. Нам удалось увеличить расходы на образование. Мы его увеличили больше, чем на 3 миллиарда. Получилось также дополнительно рассмотреть и принять изменения почти на 250 миллионов рублей на развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования. Также по этой госпрограмме мы увеличиваем расходы на повышение оплаты труда работников образования. Это дополнительно 286 миллионов рублей. На стипендиальное обеспечение студентов дополнительно больше 3 миллионов рублей и на другие нужды образования. Получилось также увеличить расходы на развитие науки. Фактически больше 3 миллиардов рублей.